Мне нужно в Сусакс. Возможно, нам с Басимом удастся спасти Сигурда. Но нужно войско. Тебе решать. Чем больше союзов ты сможешь заключить, тем выше шансы на победу. Отправлюсь прямо сейчас. И вернусь вместе с Сигурдом, обещаю. Что ж, тогда я предупрежу союзников. Встреться с Басимом, как сможешь. Он должен быть в Кроэндоне. Эйвар, миска ты лосиной мочи! Король Озвальд велел кланяться. Бротер, бродер, я ведь вас не перепутала? Я рад тебя видеть, Эйвар. Хватит мяукать, как несчастный котенок. Он хандрит с самой свадьбы. Вспоминать прошлое будем позже. Что безумца, готовы пролить кровь? После мерзавца Руда саксы будут для меня легкой добычей. Ты не первый человек, заснувший в дозоре. Но самый громкий из всех. Я не хотел подводить тебя, Ярл Гутрум. Задремал лишь на мгновение. Я так устал. Как и все, мой мальчик. Путь сюда был тяжелым. Но впредь не расстраивай меня. Понял? Мой Ярл. Я... Прости. А ты верна, Эйвар? Я наслышан о тебе. Говорят, ты хороша. Посмотрим. Ярл Гутрум. Бич Саксов и Разоритель Юга. Встретит тебя. Большая честь. Похвальная почтительность. Надеюсь, бьешься ты не хуже, чем болтаешь. Эйвар намерена спасти Сигурда от безумицы Фулки, засевшей в замке Порчестер. Если ты хочешь стать королем Уэссекса, замок должен пасть. Союз выгоден всем нам. Мне обещали войско, но с теми, кого ты собрал здесь, не захватите сад какой-нибудь старухи. Здесь не все мои воины. Где остальные? Союзники в пути. Проявим терпение. Нам некогда их ждать. Выступим, как сможем. С таким войском? Тебе не терпится попасть в Альгау? Я не буду просто так сидеть здесь, пока Сигурд в лапах этой дряни. Нам нужно встать лагерем в лесах к востоку от Порчестера. Но мешают лазутчики. Я избавлюсь от них. Скажи, где они, и я ослеплю Фулки. Один на дороге между Бригвортом и Чичестером, второй у реки к северу от Кроли. Третий на холмах к югу от Кройдена. Это те, о ком мы знаем. Возможно, их больше. Придется рискнуть. Я найду лазутчиков, а вы отправьте людей к Порчестеру. Это неразумно, Годи Вороньих Жертв. Мы будем уязвимы, если нас заметят. Хочешь победить? Действуй. Каждый час может стать для Сигурда последним. Надеюсь, они в тебе не ошиблись. Лазутчики мертвы. Вы разбили лагерь. Видите, у нас все получилось. Посмотрим. Каждый, кто вас видел, теперь умолк навеки. Уверенности тебе хватает. Уж это точно. Предводитель не должен сомневаться в себе. Таких никто не уважает. Я встречал много дерзких вроде тебя. Мало кто из них жив до сих пор. У одного из лазутчиков было вот это. Фулки знает, что Кройнден пал. Собирает людей и припасы. Готовится к осаде? Если она укрепится в Порчестере, на спасение Сигурда уйдут месяцы. Все еще считаешь, что я слишком тороплюсь к утрам? Саксы! Идут с запада! Да, из-за твоей опрометчивости мы в дерьме. Отступаем! Назад в Порчестер! Бегут как зайцы! Догоним их, как пцы! Голова уродца моя! Нет, я прорвусь к нему первым! Не надо! Мы уже победили! Вы принесли сюда своих ложных богов, как чуму. Но даже не знаете, кто вершит наши судьбы. Сегодня твою судьбу вершу я, Сакс. Я готов отправиться в последний путь. Узнать, что там впереди. Передай своему богу, что ты отменен. Ты безрассудно. Говорил же, риск слишком велик. Тише, Гутрум. Обружь свой гнев на Фулке, не на Эйвор. Это еще даже не тень гнева. Сколько моих людей уже полегло из-за ее жажды славы? Многие погибли. И мой друг тоже. Из-за меня. Осознавать это больно. Мертвых этим не утешишь. Что случилось? Уба, Сума. Вы пришли в тяжелый час. И к битве тоже не успели. Тем досаднее. Я хотел вместе с ней взять Порчестер. Но Фулке прознала об этом. Больше желания нет. Пойду на запад. Иди. Но знай, что оставил меня в час нужды. Умерь свою гордость, годи вороньих жертв. И слушай тех, кто мудрее тебя. Эйвор. Если тебе есть что сказать, Гутрум, я слушаю. Если хочешь вернуть своего ярла, будь хладнокровна. Зачастую храбрость твой враг, а не друг. Мы не бросаемся навстречу смерти. Мы застаем врага врасплох и бьем наверняка. Собери людей. Выжди момент. Только тогда ты победишь. Не все потеряно. Да пребудет с тобой мудрость Одина. Мощь Тора и ум Фрейи. Спаси своего брата. Гутрум говорил в гневе. Но в его словах есть мудрость. Я вняла ему. Гордость не мешает мне признавать ошибки. Значит, в тебе тоже есть мудрость. Мы не пойдем на приступ, пока не дождемся всех. А пока займемся делами. Нам нужен новый лагерь. Саксы считают, что мы ушли, а мы подберемся поближе. Вот здесь. Застанем их врасплох. Я сама перебью врагов в лагере. Наши воины войдут туда, когда он будет пуст. Хватит с нас потерь. Затем нужно уничтожить все припасы Фулки в Сусаксе. Да. Если она закрепится в Порчестере, нам не удастся спасти Сигурда. В ее приказах упоминаются Бригвард, Гилдефорд и Кроли. В Кроли делают оружие, в Гилдефорде еду. Бригвард — крепость. Там много саксов-воинов. Уба, твой топор мне пригодится в Гилдефорде. Сома, ты и твои люди нужны мне в Кроли. Хорошо. Я отправлюсь в Бригвард и оценю обстановку. Давай. Я приеду, когда захвачу лагерь саксов. Сердце льва и хитрость ворона. Гутрум был несправедлив к тебе. У нас полно забот. За дело. Все готово? В этом городе пахарей пастухов. Многовато воинов. Судя по одеждам, один из них — Тен. С ним опасные люди ушли в длинный дом. Попробуем сжечь зернохранилище, не привлекая внимания Тена. Ха! Шутишь, что ли? В бой! Я уже давно не встречал среди саксов приличных воинов. В Бригварде много воинов. На реке корабли. Всеми командуют два лучших человека, Фулки. Людей Фулки убьем, корабли сожжем. Ослабленные и испуганные саксы не поддержат Фулки. Тот, кто испуган, беспокоится о себе. Сома, что здесь происходит? Разбойники набивают карманы, пользуясь беспорядком в Сусексе. Один к нам нынче благосклонен. Давайте сожжем этот город до тла. Фулки больше не получат оружия. Мы можем напасть, но использовать огненные стрелы безопаснее. Подожжем их издали. Пусть бегут, как крысы. Разумно. Я с тобой согласна. Ты знаешь, как сбить врага с толку. Люди Фулки мечутся, не зная, откуда ждать удар. В Орчестере нет ни припасов, ни людей, чтобы дать нам отпор. А у союзников было время добраться сюда. Многие здесь. И епископ тоже. Я же обещал. Все-таки я несу слово Божье. Было бы низко не сдержать свое. Если мы наговорились, можно начинать бой. Эйвор, беда. Мы нашли у одного из врагов письмо. Фулки позвала на помощь. Подкрепление. Войско саксов идет из Винчестера. Я поведу своих людей им навстречу. Мы задержим их, и мы выиграем для вас время. Пора начинать наступление. Или, может, ты хочешь поговорить со своими союзниками? Теплые слова растопят лед страха. Выступаем. К закату Сигурд вернется к нам. А голова Фулки будет красоваться на пике. Начинаем. К закату Сигурд вернется к нам. Эйвор, понравился дар, оставленный мной в Кентерберри? Сегодня ты умрешь, Фулки. Но если ты спустишься ко мне, я оставлю в живых твоих людей. Нам нечего решать. Можешь сгинуть на этих стенах, если хочешь. Никакие стены не защитят тебя от меня. Что ж, прошу, забери брата, если сможешь. Мы будем ждать. Чтобы найти нас, просто иди на его крики. Фулки! Что скажут потом Скальда об этом дне? Они скажут, что сам Один на своем троне наблюдал за кровавой резней, которую мы устроили. Скажут, что тысячи воронов слетелись попировать трупами саксов. Поднимите мечи вместе со мной, братья и сестры. Наши имена будут воспеты Скальдами в веках. Я иду за тобой, брат. Фулки! Я помогла ему всем, чем смогла, Эйвор. Теперь дело за тобой. Нет! 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 Брат! 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 Я с тобой! Я рядом! Я останусь с ним! А ты займись Фулки! Я вернусь! Обещаю! Я вернусь! Прячешься от меня, Фулки, как крыса во тьме! Мы все во тьме, Эйвор. Пытаемся найти свет, который приблизил бы нас к богам. Хватит разговоров! Пришло время умирать! Ты сражаешься под знаменем невежества, Эйвор. Я могу приоткрыть завесу, показать то, что за гранью. Мне от тебя ничего не нужно. Эйвор, тебя не удивляет то, что я узнала. Все, что ты говоришь, безумие. Сигурд. Один из древних. Архонт. Исполин. Исо. Называй, как хочешь. Он переродился. Он мой брат и мой ярл. А ты лишилась рассудка. Он то, к чему мы должны стремиться. Фулки! Будь ты проклята! Все назад. Она моя. Слишком поздно, Эйвор. Я открыла твоему брату глаза на правду. Я победила. И ты погибнешь вместе со мной! Уменьшись. Не вовы. Мари в своем аду! Что вы? Понимаешь, Эйвор? ТЕБЕ КОНЕЦ! Она спасла Сигурда! Звери, вот мы кто! Рыгаем, плюемся, Градим по всему. Сигурд не такой, как мы. И это я помогла ему понять это. Это мой дар. Он мучился! Ну, осознал! Вся эта мощь! Все эти возможности! Все спрятаны! Ох, запертый в темнице из костей! Боль даровала ему свободу! Узри его красоту! Что? Красавушка! Тоже, что? Ее вклад бесценен! За всю историю никто не добился большего! А теперь, Эйвар! Ты и продолжишь ее дело! Сигурд! Я пойду сам. Позволь. Я сам. Сигурд. Эйвор. Ярость. Бури. Я буду косить врагов, как косарь траву. Что она сделала? Эйвор. Мы задерживали их сколько могли. Прибыли войска из Винчестера. Отведите Сигурда на корабль, а я сдержу их. Удачи, Эйвор. Найди нас в селении, как сможешь. Лучники! На стены! Это последнее? Нападение отбито. Но без войска Гутрума нам не хватит людей, чтобы удержать крепость. Сигурд с нами. Это главное. Гутрум поспешил с выводами, Эйвор. Эйвор, ты достойна быть среди лучших из нас. Иди к брату. Теплые слова исцелят его быстрее трав. Я обо всем здесь позабочусь. Да хранят тебя боги, Уба. До скорой встречи. Ярл Сигурд! На своем месте! Я скучала по тебе, брат. О да, скучала. Аж разум помутился. Что? Ты долго меня искала. Быть может, тебе приглянулся мой трон? Я лишь делала то, что ты просил. И убивала всех, кто возражал тебе. Все было совсем не так. Рандви тебе расскажет. О да, правда? Моя жена. Та самая, которую принесли мне в дар, чтобы умилостивить. Да, уж она-то точно скажет мне правду. Что, Фул, я сделала с тобой? Ты представить себе не можешь все то, что я видел. И узнал. Я потомок богов, Эйбор. Властитель войн. Римский Марс. Я знаю, кто я. Знаю свою судьбу. И ты не смеешь мешать мне. Брат. Прости. Мне нехорошо. Устал после всего, что случилось. Подышу. Он такой с тех пор, как вернулся. Поговори с ним. Может, успокоишь. Попытаюсь. Сигурд. Даг погиб, защищая мою честь. Он так считал. Значит, он был глупцом. Я в этом не нуждаюсь. Моя честь незыблема. Безупречна. Я его отговаривала, но... Тссс. Не говори ничего. Все в прошлом. Пропасть между ним и настоящим глубока. Как смерть. Меня испытывали. Я прошел через кровь и огонь. И в этих муках... Переродился. Ты думаешь, что я сломлен. Но это не так. Я обрел величие. Мой разум – источник пророчеств. Из видений я узнал, кто я. Поэтому я благодарен судьбе за страдания. Сигурд. Я пытаюсь понять. Но твои слова... Я не вижу в них смысла. Басим видел это во мне. И Фулке. То, что она сказала. Правда. Я стал чем-то большим. Пусть ты и видишь перед собой лишь коллегу. Смотри внимательней, Эйвор. Глубже. И ты увидишь то, что видят они. И видишь... Мое величие. Я в толк не возьму, о чем ты. Смотри. Это лицо Бога. Я вижу своего брата и друга, который вернулся туда, где его любят и чтят. Туда, где он должен быть. Ты добра. Но твой взор затуманен прошлым, которого я больше не вижу. Боюсь, наши пути давно разошлись. Иди. Хочу побыть один. Вернись на пир и выпей за меня. Вославь за меня грядущие дни. Вернись на пир и выпей за меня. Что случилось вчера? Вы с Сигурдом куда-то ушли во время пира. Он вернулся и молча отправился спать. Мы говорили. Но я почти не получила ответов на свои вопросы. Увы, больше сказать не могу. Сигурд винит меня во всех своих бедах и не торопится благодарить за спасение. Что происходит? С тобой он хотя бы говорит. Мне не сказал ни слова. Так, что теперь? Я только из Сусекса. Мы сожгли там все дотла, чтобы спасти одного человека. Но он оказался не тем, кого мы искали. Да уж. Что расскажешь о Глостершире? Ты, возможно, уже заметила, что Гуннера сейчас нет в кузнице. Он отправился в Глостершир на поиски жены. Жены? Он влюбился. Когда только успел. А у него с этим быстро. Но не все так плохо. Он просил, чтобы ты присоединилась к нему. И помогла найти жену? Он думает, твое присутствие придаст ему важности. И проследи, чтобы он не натворил чего. Ладно, я присмотрю за Гуннером. Куда же мы без кузнеца? Очень великодушно. Отправляйся в город Глостер. Найдешь Гуннера там. Эйвор, так и думал, что ты рядом. Гуннер, ты так внезапно исчез. Тебя будто унесли валькирии. Да, вот это валькирия. Бригитта, сердце мое, это Эйвор. Нашего Гуннера очень непросто покорить. Да, я рада знакомству. Как ты нашел женщину в такой глуши? Она торговала рунами в поселении. Сияла ярче своих товаров. И как-то раз предложила мне руну в обмен на брошь. Руна была крашен. Но ей уродливая штучка по душе. У тебя есть родня, Бригитта? Мать Бригитты была верховной жрицей, а отец Элдерменом. Они умерли. И растил ее новый Элдермен. Я хочу познакомиться с ним, раз уж наша родня скоро справит свадьбу. Союз, выкованный в пламени любви. Пойдем. И не вини меня в том, что он слышал кое-что про тебя. А ты, Бриг? Ладно, нечего мешкать, да? А вот и Элдермен. Кинан! Он славный правитель. Заботится о своих людях. Обязательно поговорю с ним позже. Пока познакомься с Теудором. Рука липкая, как дохлая рыба. Но парень хороший. Станет Элдерменом после Кинана. Теудор, познакомься. Эйвор. А, да. По рассказам Гуннера я ожидал... Что я прилечу на крылатом коне? Исцелю хворох? Похвалы Гуннера порой чрезмерны. А, еще язычники за нашим столом. Чудно. Зачем ты здесь? Чтобы помочь другу жениться и напиться как следует. Если удастся завести новых друзей, тем лучше. К чему христианам дружить с данными? По их вине в Мерсии правят ложные короли. Эти ложные короли кормят и защищают вас. А я прошу лишь о гостеприимстве. Яблоки. Эйвор, попробуй местный Сидор. Тебе он нравится, да, Теудор? Сидор. Ты ведь, Эйвор, успела к моему последнему самой, но... Теудор, ты приветил почетную гостью? Ты наказал привечать всех язычников, что вторгаются в Глостер. Так. Слушай приказ короля урожая. Хватит кривиться, начинай веселиться. Что, захотелось познакомиться с семьей Бригитты, пока она не стала женой кузнеца? Мы с радостью примем ее в клан. Но здешние виды превзойти будет сложно. В эту пору туманов я расстаюсь и с ней, и с землей. Но Гуннер славный малый, и о тебе говорит хорошо. С твоего позволения. Меня, увы, ждут дела. А, да, святилище. Но на пути столько лихих людей и зверья. Вдруг с тобой что случится? Кинан, мне ни к чему помощь язычников. Вдруг этот отважный юноша падет, так и не успев вкусить Сидора и нежных девичьих прелестей. Клянусь, я не успокоюсь, пока не верну его тебе в целости. Да, Теудор? Все ясно. Но чтобы Данка молилась святому Кенельму, бог ужаснется. Эйвор, любимый уже зовет меня. Если хочешь, приходи к нам вечером. Повеселимся. Иди. Надеюсь, вы подружитесь. Берегитесь фей, альвов и духов. А мне нужно проследить за церемонией, дать напутствие под мастерью и забить свинью. Что, идем? Прекрасен этот край, верно, Эйвор? Да. Смотри, на пути нет никаких угроз, так что в твоей помощи нет нужды. Ты добрее, чем кажешься с виду. И от меня ты не избавишься. Я обещала Кейнану вернуть тебя в целости. Странные у вас молитвы. Я славлю Одина стоя. К чему пачкать колени? Чтобы проявить смирение. А колени я пачкал и за меньшим. А вот это звучит куда интереснее. Тише, Эйвор, я молюсь. Мне смотреть или не стоит? Боже, лишь одного просит у тебя раб твой. Терпение. Теодор, я смогу защитить тебя, не мешая молитве. Но все равно мешаешь. Что ты там такого увидела? Зайца? Теодор, беги скорее. Эйвор, спасибо. Ты спасла мне жизнь. Хорошо, что я оказалась рядом. Может, Кейнан их впрямь видят грядущие? Господи. Да их сам Люцифер послал. Этому краю нужна Божья благодать. Скорее, они жили рядом со святилищем. Слава Господу за спасение. Здесь опасно. Эйвор, дай мне помолиться. Я прошу лишь этого. Нам пора в Глостершир. Или хочешь поблагодарить мученика за сегодняшний пир? Я не ребенок, которого нужно от всего защищать. Иди без меня. Я обещала. Да, да, я помню. И когда увижу Кейнана, скажу, что ты спасла меня от клыков этих демонов. Эйвор, вот ты где. Я пришла. О, и какие приключения тебя поджидали? Я сопроводила Теудора к одному из святилищ христиан. По пути на нас напали кабаны. Но ты спасла его. Уверен, вы вдвоем были просто прекрасны. Я же дала Кейнану слово. Сопляк Теудор жив. Ты даже цел, Эйвор? Я думал, что ты хорошенько отмутузишь парнишку. Гуннер, я заключаю союзы по всей Англии. Видало, людей похуже Теудора. Мне надо выпить. Попробуй Сидра из прошлогодних яблок. Сколь. Сколь. Вы пригласили меня на праздник. Расскажите, чего мне ждать? В Глостере делают подношение духом. А если ты оденешься как дух, дадут и тебе. И все даром? Я видала такое лишь на пирах. Мы превратим тебя в чудище и отправим на поиски сластей и выпивки. Выглядит не очень. Плащ и пара косточек. Глупости. Ты будто дух Мари Луид. Ну что, пора за дело? Добрый вечер. Ну и что тебе нужно? А, Мари Луид. Ну в этом году у нас пироги, Аниэль. Самый ждет. Месяц небо жжет. Мари Луид рядом. Дай сластей, да побыстрее. И меня порадуй. Ха-ха, ну держи. Вот угощение для Мари Луид. Не знаю, бесстрашен ты или глуп, раз говоришь так с воином из клана Ворона. Достойное название для падальщиков. Крылатые крысы. Я вырву твои глаза и скормлю твоему богу. Гуннер, мы в гостях. Пусть идет, поищем еще сладостей. Тебе что, твой нос недорог? Сейчас я его сломаю. Крайст, им тхор. Довольно! Все потасовки по ту сторону реки. Тут играют дети. Ты мне не укажешь, ведьма. Тамос Флетчер. Я помогла тебе появиться на свет, смывая из тебя кровь матери. Придержи язык. Покажи-ка мне ногу. Это пустяк. Осторожнее со стариком. Он и так весь изранен. Спасибо за помощь. Самаян мужчины пьют без меры. Но боюсь, когда Теодор станет элдерменом, хрупкому миру придет конец. Тебя назвали ведьмой. Я возглавляю в Глостер шире тех, кто чтит старые обычаи, но готова лечить людей по обе стороны реки. Гвенит, милая, принеси чесночную мазь из дома. И червей? Мама, мы чистим или отрезаем? Да. Захвати червей. Беги, дитя. Обещаю ничего не отрезать без тебя. Храни меня, Эйр. Я рад, что вас смешит моя смертельная рана. Иди, Эйвор, веселись. И о Теодоре не забудь. Модран, можешь не лечить ему ногу. Я все пойму. С ногой я справлюсь. Но ни одно лекарство в Англии не сможет его заткнуть. Я не творю чудеса. Эйвор, вот ты где. Да, Эудур. Ты вовремя. Мы с Гвилемом поспорили, кто сможет больше выпить. Садись. Парнишка долго не протянет. Дай мне чашу. Мне тоже. Так, и мне одну. Гвилем, у тебя многовато шрамов для раба Божьего. Не каждый мужчина с танзурой родился в аббатстве. Я пришел к Богу, когда уже запятнал душу грехом. За теплый очаг? И влажные глаза. Под час пьянства возвращает человеку здравомыслие. Сколь. Молодец, Эудур. Ха-ха-ха, аж на душе полегчало. Выпьем еще за новых и старых друзей. Из всех элдерменов, что я видела, ты самый беззаботный. В чем же твой секрет? Его нет. Просто скоро я уйду в мир иной вместе со своими заботами. Выпьем же за мою жизнь и смерть. Смерть? Меня, короля урожая, принесут в жертву на костре. Как элдермина Симкина до меня, как всех, кто был до него. Ужасный обычай. Жертвы после плохого урожая. Будто боги, насытившись, помогут им. Кейнан, твои люди любят тебя. Не стоит расставаться с жизнью. Их любовь ослабнет, если я отступлюсь. Лучше умру в огне, чем помешаю жить своей родине. Выпьем за элдермена Киннона. Веселого и щедрого. Будьте верны ему, пока не заберет его смерть. Спасибо, друзья. За моего преемника Теодора, да будет он достоин рогов. Что это? Вода? Я как Тор, когда тот осушал моря. Взгляд ясен, рука сильна. Вы ее слышали? Нужно что покрепче. Это лучше любой настойки. Славно. Покажите мне чудесные видения. И заставьте пожалеть об этом на утро. Какой мерзкий вкус. Но пьянит славно. Эй, вор, давай на чистоту. Я стерплю. Я вел себя мерзко, не отрицаем. И хочу извиниться за это. Мерзость не некуда. Ага. Сладко говоришь, язычница. Я жарче яростного пламени. Но могу быть милее мягкого ветерка. Неужели? О, да. Уж поверь. Ты нравишься мне больше, когда ведешь себя гадко. Свадьба Гуннера и Бригитты свяжет наши кланы. Но и мы можем заключить союз. А, да. Мой первый союз, как Элдермена. Согласен. Принесем клятву. Только как? Да! Величайшую клятву о величайшем союзе. За союз! Союз величайший! Теодур! 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 Где же ты? Теодур! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 праздником и прогнал меня к бригитти хочешь посмотреть какие чары я теперь знаю если я соглашусь покажешь где кинон одно заклинание и все покажу засунь руку в мешочек и сейчас у тебя в руке три камушка поразительно но нам очень надо найти кинуна идем найдем его скорее вот ты где лживый подлец эйвор скажи тебе тебе по нраву наше празднество довольно притворство ты удуржив и я знаю что ты хотел принести его в жертву вместо себя думаешь я хотел избежать костра я с радостью взойду на него но не позволю христианину фанатику править глостером и что тогда ты хочешь лишить людей правителей обрушить на них кару церкви не волнуйся у нас будет правитель модерн примет рогатый венец хочешь сказать что модерн солгала мы обвели тебя вокруг пальца не так ли эйвор это модерн придумала как убить теудура все ради того чтобы заполучить глостершир удержать его будет непросто вас окружают христиане выбора не была она узрела теудура с пламенем за спиной он шок все что мы создали вместе все вы смотрим значит гвинет перед смертью нужно привести все в порядок подготовить гнездо детям молись своему богу брит ты умрешь за то что очернил мое имя и опоил меня меня принесут в жертву под конец самой на прошу дай мне умереть за свой народ так что вы с этой ведьмы задумали чему обманывать меня чтобы обеспечить жизнь своей дочери я вас желал модерн и когда она попросила меня поучаствовать в обряде плодородия согласился наш союз породил не только гвинет но и единый глостершир а теудор жаждет его уничтожить тут ты ошибся кимон теудур изменился и мыслит подобно тебе но он упрям как осел это ты его вразумила не только я доброта разбойников и странные бриты он принял христа и кернуна пророчество странная вещь да теудору хватило похищение и помощи упорной танки эйвор модерн повела теудора в свое лесное святилище если поспешишь успеешь ей помешать я отвел бы тебя сам но у меня слишком много дел иди же или ты хочешь меня убить и так скоро умрешь я не стану карать на рот за твои проступки спасибо эйвор твоя милость вознаградится я уверен жизнь и смерть твое тело пожрет червь модерн сто или умрешь от моей руки так и знала что кино но не хватит духа четвертовать тебя ты хладнокровно пожертвовала любовником чтобы спастись как мало ты понимаешь неважно я просвещу тебя с яростью богом давай оставь глостершер в руках христианина и ради чего славы и торговых путей думаешь твои боги не в силах изменить сто дура он уже не тот фанатик которым был раньше легко солгать из страха смерти едва ты уйдешь он убьет меня и станет жечь мой народ мне было видение да кинон рассказал мне норны плетут наши судьбы но если бы не похищение теодор не изменился бы значит жалеть не о чем но мне было видение и о тебе а пути вьющимся как река уз корчи провидца искажают и тело и слова но пророчество как поток с которым нет смысла бороться она защищала своих людей и очернила твое имя запятнала свою честь и их честь тоже кинон еще жив попрощайся с ним и не попадайся мне ведьма что происходит это мы в аду нет в англии как ты себя чувствуешь хорошо но тут как-то странновато пахнет да ты станешь алдерменом хотя тебя и пытались убить несколько раз убить о чем ты говоришь боже ты в безопасности обряд в глостере пройдет как надо отдыхай и твои раны скоро затянутся благодарю тебя мать модрун милая женщина хоть и устрашающая идем отсюда в этой пещере так жутко рада видеть друга даже твою ужасную рожу я думала что пройду этот путь с тобой но мне пора возвращаться мы лишь раз выпили вместе не бойся эйвор она с тобой сложит еще не одну сагу и поминать будут с почтением да сагу сагу о глостере прекрасном крае полном дураков за это можно выпить спасибо тебе для тебя что угодно друг тогда пойдем попрощаемся а после наконец отправимся домой да бригитта точно понравится рандви мы встретились на жертвоприношении симкина и я сразу влюбился в тебя как же давно достойный конец двадцати годам благоденствия вен прошу не надо сожжем что-то еще кого-то другого тише милая я вернусь в землю к деревьям и ячменю мое тело будет кормить богов червей и даже тебя я буду рядом и через много лет когда ты состаришься мы увидимся вновь папа я думала что буду готова что ж пора вот корона это твоя судьба ты здесь несмотря на трудности равно как и ты эйвор друг глостаршира не зря тебя все так восхваляют хоть ты мне ничем не обязан позаботься о них муки других не приносят мне радости узнай ты меня получше понял бы это я был вашим элдерменом 20 лет настало время исполнить последний долг я всегда был с вами мы вместе трудились вместе встречали рождение и смерти вместе росли и учились леченый человек готов король твой алтарь ждет я горд быть вашим королем урожая когда огонь догорит вас ждет долгое лето и краткие зимы он смог умереть той смертью который жаждал стал пищей голодных богов отец это дождь ох а ох 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 Отче наш, ежи и си на небесах, и мать на земле, прошу, прошу, примите мою жертву. Примите плоть мою и кость, даруйте благо! Рандви, что стряслось? Боюсь, еще один спор. Опять Хольгер со своими проделками. Можешь рассудить? Судить это долг Ярла. Нужно позвать сюда Сигурда. Он не хочет никуда выходить. А заменить его сможешь только ты. Я не знаю, я все же не Ярл. Я прошу, дадим Сигурду прийти в себя. Ладно, давай. Гудрун, Хольгер, подойдите. Я выслушаю вас обоих и постараюсь вынести решение поскорее. Гудрун, говори. Он обокрал меня. Испортил то, что мне принадлежит. Три дня назад у меня пропала парусина. Я начала ее повсюду искать. И нашла у дома Хольгера. Она была испорчена. Исписана глупыми каракулями. Ложь! Клевета! Хольгер, помолчи. Тебе известно, как вести себя на суде. Так, Гудрун, что ты сделала, когда нашла парусину? Потребовала у Хольгера плату. Ведь исписанную ткань уже не продать и не обменять. Верно? Я лишь прошу заплатить за то, что у меня забрали. Но он отказывается. Значит, Хольгер взял то, что принадлежало тебе, и испортил. А ты теперь хочешь получить плату. Все правильно? Да, верно. Хольгер, что скажешь ты? На днях я нашел под причалом заплесневевшую ветошь. И взял то, что от нее осталось. Видишь ли, мне нужен был холст, чтобы написать на нем очередной свой шедевр. Парусина была в таком плохом состоянии, я решил, что это мусор. Обычные отбросы. Ясно. Мои помыслы были чисты, Эйвор. Разве вор повесил бы украденное у всех на виду? Я так не думаю. Эта женщина твердит, что ее обохрали. Но я лишь подобрал кусок гнилой ткани, который она сама выкинула. Вот чушь. Моя вина лишь в том, что я дал новую жизнь неприглядной ветхой парусине. Ты думаешь, Гудрун необоснованно требует вернуть то, что сама выбросила? Вот именно, да. Ладно, мне все понятно. Я могла продать парусину, а Хольгер лишил меня возможной прибыли. Это был мусор, а теперь нечто выдающееся. Если подумать, ценность парусины только возросла. Вот спасибо тебе, благодетель. А ну тихо! Я все обдумала. Мне ясно, что... Что такое? Что ты делаешь? Хольгер и Гудрун поспорили, а я пытаюсь их рассудить. Это моя обязанность, Эйвор. Ты же знаешь. Отойди! Тебя не было, брат. Не хотела беспокоить. Плохое оправдание для такой дерзости. Надеюсь, тебе понравилось. Уже закончил свою песню, Скальт? Мой ярл, как я уже говорил... Нет! Довольно! Я услышал более, чем достаточно! Сколько я тебя знаю, Хольгер, ты был хитрым и искусным лжецом. Твои речи сбивают с пути детей и смущают умы взрослых. Я слишком долго все это терпел. Но быть Хольгером-лжецом тебе оказалось мало. И ты пал еще ниже. Ты сделался Хольгером вором. И обокрал женщину ради своих нелепых сочинений. Ярл Сигурд, нет! Это же не... Прими же последствия своих действий. Заплати Гудрун в тридцатикратном размере. Тридцатикратным ты шутишь? Это меня разорит. Я что, похож на шутника, Хольгер? Плати или будешь изгнан. Ярл, прости, но... Мне нужна лишь плата за парусину, что он взял. Не больше... Тридцатикратно! Серебром! Я решил ваш спор. Эйвор, прошу! Разве так честно? Сигурд наш Ярл. Его слово закон. Не протився ему. Видишь? Конечно, Ярл. Как повелишь. Прости мою дерзость. Спасибо тебе, что рассудил нас. Проследи, чтобы все было сделано так, как я велел. Если снова потребуется, зови меня. Ярл, спасибо тебе большое за то, что вмешалась, когда Сигурд решил бездействовать, несмотря ни на что. Мне его жаль. Никогда не видела его настолько разгневанным и безрассудным. А ты? Я тоже. Его порой обуревают беспокойство, тревога, страх. Но такого не бывало. Никогда. Мы его надежда на исцеление. Он один из нас. И мы сделаем для него всё. Если не поздно. А пока у нас есть дела. Даже не знаю, как описать то, что случилось в Глостершире. Думаю, скоро ты сама узнаешь. Но мы заключили союз? Да. Но это было нелегко. Что там с Линкольнширом? Недавно к нам прибыл дерзкий человек по имени Хунвальд. Хочет поговорить с тобой. Сказал, что дело очень важное. Где он сейчас? На причале. Пьянствует с моими людьми и распугивает рыбу. Ему не терпится с тобой встретиться. Как мило. Что же, пойду прямо сейчас. Береги уши. Может, вас это удивит, но наша беседа вдохновила меня на стихи. Позволишь их прочесть? Валяй, птенчик. Порази меня. О, попытаюсь. Внемлите. О да алчущему пламени. Кто это? Ещё один скальт? Я? Что ты? Какой из меня скальт? Нет. Я скромный тен, любящий стихосложения. Всего лишь дилетант. Могу продолжать? Я пришла сюда не стихи слушать, лорд. Говори, что нужно, или пей. Да. Конечно. Я хотел встретиться с Эйвор, великой воительницей из этого клана, если мне позволит. Ты говоришь с ней. Как тебя зовут? Богом клянусь. День лишь начался, а мне уже повезло. Я Хунвальд. Преданный сын Хунд Беорта. Элдермена Линкольншира. Да исцелит его господь. Видишь ли, отец болен. Дурные люди пользуются тем, что он не может мыслить ясно. Если верить слухам, это могущественный тайный орден. Месяц назад Мерсийские войны вышвырнули меня, его единственного сына, из дома. За что, не знаю. Только сам отец никогда бы не приказал изгнать меня. Путь человека, отвергнутого семьей, труден. Вы могли бы помочь мне вернуться в Линкольн. Мы вместе войдем в город, и вы устроите мне встречу с моим благородным отцом. Мы готовы помочь, но хотим получить кое-что взамен. Союз между нашим родом и твоим. Договорились. Несмотря на недавние войны, мой отец хороший друг Данов. Печален твой сказ, Хунвальд из Линкольншира. Сын, лишенный отцовской защиты, жаждет отстоять свою честь. На что ты пойдешь ради этого? Прольешь ли кровь? Само собой. Правда за нами. И я брошусь в самую гущу сражения, чтобы защитить отца. Что ж, хорошо. Сейчас я нужна своим людям, но позже мы вместе найдем твоего отца и восстановим справедливость. Храни тебя, Господь. Мы не будем пытаться прорвать стену щитов, но опасности не миновать. Дай слово, что будешь выполнять мои приказы. Сделаю все, что скажешь. Ну, раз такое дело... Я буду ждать в убежище. В Боттельфстоне, на северо-востоке. Оттуда мы отправимся в Линкольн. До свидания, птенчик. Удачи. Храни вас всех, Господь. Боюсь, я приведу мальчика на его собственную казнь. Зато он заткнется. Кунвальд, это еще кто? Эйвор, садись. Нам бы хлеба и эля. Я говорил с Эльфгаром о своем щекотливом положении. Лорд. Он знатный человек и один из надежных тенов Линкольншира. Надежный, как кружка, которую тяжело опрокинуть, да? Эльфгар поклялся в верности моему роду. Роду яростного лебедя. С его влиянием и твоей силой мы сможем избавить Линкольншир от негодяев раз и навсегда. Мы ищем твоего отца, Хунвальд. И все. Верно, Эйвор. И скоро найдем. Ты ось в моем колесе. Искра в охапке хвороста. Хунвальд, твой отец болен. А у врагов сейчас все мысли мои преимущества. Ты что-то придумал? Или просто позвал меня посмотреть, как ты пьешь эти помои? Придумал, друг мой. Ведь прежде всего я человек дела. Готов и к танцам, и к бою. Слушай, я здесь, чтобы отвезти тебя к отцу. Идем, или я ухожу. О, да, в Линкольн. Идем. Но осторожно. На дороге полно разбойников, жаждущих убить меня. Глупый кусок сала. Один единственный дан не защитит тебя от войск коммерсии. Ты ошибаешься, Эльфгар. Сейчас сама поймешь. Я не прочь подраться, шавка. Дай повод, и я разобью твою варварскую рожу. Ладно. Подерусь, да и познакомлюсь с местным отребием. И все вон, пока пожар не устроили. Боже, как ноют все кости. Окунуться бы в море. Заткни пасть, Керл. И не заляпай все кровью. Я выжил! Господь милосердный! Ты ранен? Невероятно! Боттельфстонскую битву будут помнить долгие годы! Эльфгар! Первая победа за нами! Хунвальд, ну как ты? Кажется, цел, но... Нужно поскорее добраться до Линкольна. Да, да, верно. Пора в путь. Хунвальд, слава богу, ты жив! Да, дорогой Реггенхер, цел и не вредим. Скажи моему отцу, что я вернулся и готов к бою. Нам нужно поговорить. Мне жаль, мой господин, но его забрали. Что? Когда? Уже давно. Но... Он был совсем плох. Это все, что я знаю. Это не искал его? Я не посмел о нем спрашивать. Это было бы слишком дерзко. Не тревожься, он в надежных руках. Под опекой Абатисы и ее монахинь. Славно, что у него еще есть здесь друзья. Среди них епископ Херифрид. Его можно найти в ратуше. Он следит за порядком, пока отсутствует твой отец. В ратуше нас ждут неприятности. Ты имеешь в виду стражу? Да. Их стало намного больше с тех пор, как Элдермен заболел. Ясно. Проникнем туда незаметно. Аха! Херифрид! Скажите Хундбёрту, что я вернулся! Господин, ты жив? Лорд Хунвальд, ты должен был предупредить, что возвращаешься, дабы избежать насилия. Обошлось бы без жертв. Почему ты так удивлен, епископ? Все думали, что я мертв? О, хуже, чем мертв. Мой долг сообщить, что по слухам ты ушел на север. Жить в грехе с какой-то жалкой датской крестьянкой. Со мной он в грехе не живет, и я не крестьянка. Я знаю, ты печешься обо мне, епископ, но я не дам бесчестить лебяжью стать. Моя избранница тут ни при чем. А, у этой женщины есть имя. Увы, жителям Шира вряд ли понравится, что отцовскую снисходительность к язычникам ты сам обратил во грех. Я не терплю оскорблений и слухов. Мы пришли поговорить с Хундбёрдом, вот и все. Боюсь, лорд Хундбёрд покинул нас. Он не сказал, куда идет, но наверняка скоро вернется, когда утихнет буря. Что ты хочешь этим сказать? Буря? Он боялся за свою жизнь, Хундбёрд. Он болен, слаб и не смог бы защитить себя. По крайней мере, от Дана. Как ты смеешь? Эйвр можно доверять? Встань на мое место, Хундбёрд. Сперва ты пропадаешь, а затем возвращаешься с викингом и требуешь встречи с отцом. Не похоже, что намерения у тебя благие. На жизнь Хундбольда покушались уже не однажды. Я лишь защищаю его. Твой отец провел несколько дней в богодельне. Мы ухаживали за ним, но затем он тайно ушел. Тайно? Странно. Он не из тех, кто бежит под покровом ночи. Мне жаль, Хундбольд. Мы обыскали все вдоль и поперек, но тщетно. Идем об Атиса. Оставим мальчика наедине с его мыслями. Нам больше нечего ему рассказать. Береги себя, мой мальчик. Будь здесь. В этих стенах безопасно. Я осмотрюсь. Может, узнаю что-нибудь о твоем отце. Если мой отец хоть недолго был в богодельне, монахини там могут что-то знать. Расспроси их, если сможешь. Выясни все. Мерсийца заплатили разбойникам. Замолчание и возможность пройти через пещеры. Разбойники решили напасть на мерсийцев, но те перебили обманщиков. В схватке с Элдермена сорвали плащ. Но он скрылся и отправился на восток, в Боллингброк. Наверняка. Вот так, господин. Все готово. Приступим к купанию. Эй, кто здесь? Приветствую. Ты пришла, чтобы воздать должное Элдермену. Я слышала голоса. Ты говорила с ним? Его хук говорит твоими устами? Не знаю, как это назвать. Слова звучат в моей голове, и я повторяю их. Кажется, будто их произносит он сам. Можно обратиться к нему? От имени Хунбольда. Попробуй, но он всегда молчит, если рядом чужие. Хунбольд имеет право узнать о судьбе своего отца. Он должен вступить в наследство и заслужить право самому стать Элдерменом. Думаю, да, в свое время. Нет, сейчас. Стражники передали мне его и велели держать язык за зубами, пока не придет время. Я спросила, почему и меня ударили. Так что не знаю. Я видела все, что нужно, но Хунбольд нет. Ясно. Осмотри вещи лорда, но не знаю, сойдет ли что-нибудь за доказательства. Я поищу. Грязная одежда. И брошь. А на ней знак дома яростного лебедя. Можно возвращаться. Эйвор, ну что? Твой отец умер. Что? Как? Брошь знак дома Хундберда. Я нашла ее у его тела. Нет. Нет, не может быть. Он сильный. Он опоры Линкольншира. Он не мог умереть. Он, он... О, бедный мальчик. Мне очень, очень жаль. Я мужчина, Ахан. Слышишь меня? Я мужчина и сын своего отца. Помни об этом. Держи себя в руках. Теперь ты глава рода. Еще один лебедь улетел. Я последний в роду. И род этот вымирает. Прости, Хунвальд. Еще до того, как твой отец исчез, я позвала священника соборовать его. Что? Я не сказала раньше, потому что надеялась, что его спасет чудо. Ты солгала! Пустоголовый Плакса. Когда же ты повзрослеешь? Боже, пощади эту женщину. Ей не следовало молчать. Ее долг был рассказать правду. Хунвальд сын покойного Элдермена. Он займет место отца. Должность не наследуется. Но его может поддержать совет Шира. Затем его должен утвердить король Келлвульф. И кто входит в этот ваш совет? Знатные люди, лорды. Мы собираемся, чтобы управлять делами Шира. Я давно собирался созвать всех на совет. Но из-за неприятностей в Линкольне и набегов разбойников нам было не до того. У нас есть такой же обычай созывать Альтинг, народное собрание. Народы, столь похожие друг на друга, должны жить в мире. Возможно, отныне так и будет. Кто, кроме Хунвальда, хотел бы занять должность Элдермена? Признаюсь, я хотел бы предложить себя самого. Под моим надзором в Шире, наконец, воцарился мир. Я тоже претендую. Мой род издревле связан с этой землей. И я могу с гордостью сказать, что подружился с данными Севера. Хорошо. Священники оповестят людей. Совет соберется через пару дней. Заходи ко мне, Эйвор. У меня для тебя кое-что есть. Тебе должно понравиться. Я найду время. Эйвор, мы можем поговорить? Как христианин с язычницей? Я сожалею, что был столь груб с тобой раньше. Мне стоило проявить доброту и любовь, как велит нам Бог. Любовь трудно подчинить своей воле. Ты права. В любом случае, спасибо, что развеяла эту тайну. Надеюсь, ты придешь на совет. Аха, где Хунвальд? Он не хотел, чтобы я его утешала. Я люблю мальчика. Но не знаю, что будет, если он станет элдерменом. Он раним и рассеян. Он уехал на север по мощеной римской дороге. Думал к большому старому дереву. Он часто бывал там с отцом. Но какая сила подтолкнула тебя к обману? Никакая, Эйвор. Я считала своим долгом лгать ради Шира, пока не узнала правду. Красивое оправдание для лжи. Эйвор, какой приятный сюрприз. Выпьешь со мной? Хунвальд? Давай, садись. Побудь со мной и полюби... Полюбись. Полюбуйся видом. Не предавайся горю, Хунвальд. Если ты не будешь осторожен, этот яд отравит твою кровь навсегда. Не беспокойся. У меня есть противоядие. Не стоит пьянеть от горя и поддаваться тоске. Дай горькой любви согреть мед твоих глаз и к победе путь указать. О, чудесно сказано. Мой отец полюбил бы тебя. Он любил всех, кто прекрасно владел и мечом, и словом. Он был добрым и любил своих людей. Да, он бы мне тоже понравился. Мы так часто бродили с отцом в этих местах. Охотились вместе. Но если я и ловил кого-нибудь, то лишь самых мелких зверушек. Я не кудышный охотник. Но он говорил, что гордится мной. Каждый раз. Выпьем. За лорда Хунтбёрта из Линкольншира. Он умер и покинул этот мир. Но при жизни был стойким, как это дерево. Старый мудрый дуб. Да. Сколь. Сколь. И тут... И тут отец говорит. Коза та. Только развернуть надо. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ох, любя ж ей стать, и по нраву эта история. Любит посмеяться. Отцу бы она приглянулась. А-а-а-а-а. Твоя избранница. Она так безупречна, будто выдуманная. А-а-а. Знаешь что? Мы заглянем к ней. Отправимся в Бримски. А-а-а. То есть... В Гримсби. Да, нечего терять время. Я за тобой. Хунвальд, я думала, ты мертв. Прислал бы весточку. Мы давно не виделись, моя прелесть. Мне очень жаль, что так вышло. Ничего, милый. Я чахла без тебя, но не завяла. А это кто? Ах, да. Рад представить тебе Эйвор из клана Ворона. Здравствуй, Эйвор. Рада познакомиться. И я ли бежья стать? Я сомневалась, верит ли рассказам Хунвальда, и зря. Удивлена, что он выбрал Данку? Не совсем. Удивлена, что ты выбрала Сакса. Но Хунвальд, видно, умеет смягчать сердца. Эйвор помогла мне найти отца. Но дело обернулось куда хуже, чем я надеялся. В чем дело? Мой отец умер. Вроде бы от страшной болезни. А затем его тело спрятали в какой-то подвал. Любимый мой, мне так жаль. И здесь, в Шире, есть люди, жаждущие отправить Хунвальда вслед за отцом. Пусть рискнут. Я убью их. Скоро созовут совет Шира. Пусть Хунвальд дождется его здесь, вдали от чужих глаз. Может мне от всего отказаться? Забыть о титуле отца? Я могу жить здесь, с тобой. Только ты и я. Нет, Хунвальд. Ширу нужен смелый, добрый правитель. Займи место отца и продолжи его дело. Выспись, Хунвальд. К рассвету из тебя выйдут все слезы и весь выпитый Эль. Эйвор права, Хунвальд. Завтра будет новый день. Да. Отдых рядом с моим ангелом излечит все душевные раны. Удачи, Эйвор. Спасибо. Приглядывай за ним. Его уже не раз пытались убить. Мой клинок на готове. Не сомневаюсь. Мой. Тен Эльфгар, вижу в твоем распоряжении немало земли. Верно. По пути к моему острову в этом море пшеницы легко затеряться. У тебя много земли и зерна. Хвастать этим, живя на одиноком холме, ты храбр. Дело в доверии. Я верю, что уважение ко мне удержит и Саксов и Данов от искушения. Эльфгар, ты говорил, что хочешь что-то мне показать. О чем шла речь? Ах да, точно. Взгляни. Это прекрасное оружие принадлежало покойному элдермену Хундбиорту. Он оставил его здесь после охоты. Это мой подарок тебе. Дивное оружие. Работа мастера. Спасибо. Я знал, что ты оценишь. Не стесняйся, бери и идем. Для нас поднимут в лесу какую-нибудь дичь. Оставим на время политику. Давай вместе насладимся плодами моей земли. Так дичью или плодами? И тем, и другим. Всем, чем захочешь. Мне не жаль для друзей того, что приносит моя земля. А, Гримс, старый друг. Как же я рад тебя видеть. Вот приятный сюрприз. Какой сюрприз? Ты же сам меня позвал. Да, а как дела в Гримсби? Как поживают даны? За всех данов не скажу. А я хорошо. Жду не дождусь охоты. Ведь ты для этого меня пригласил? Да, верно, отлично. К слову о данных, я хочу представить тебя, Эйвор. Возможно, вы знакомы, раз уж вы оба даны. Очень приятно, Грим. Здравствуй, Эйвор. Так он заманил тебя сюда, позвав на охоту? Он? Да, на медведя. Мы пришли сюда ради охоты, клянусь вам. В склоне холма есть пещера. Подходящее место для берлоги. Если звери впрямь такой большой, как сказал Эльфгар, надо идти всем троим. Я готов. Хочу добыть меха на новый плащ. А вот медведя не может. Боже! Мое поместье пылает, как хворост. Скоро огонь охватит поля. Эйвор, ты умелый воин, и я не могу тебе указывать, но... Бога ради, помоги мне! Я пойду с вами. Поджигатели мертвы. Теперь нужно потушить пожар. Верно. Ужасно. Море пепла. Благодарю тебя, Эйвор, за помощь. Ты богатый человек, Эльфгар. Отстроишься. Конечно. Насколько тяжкого труда нужно, чтобы... Боже милостивый! Медведь вернулся! Скажи, все уже готово? Совет Шира скоро начнется. Присоединишься? С тобой нам будет спокойней. Да, любопытно посмотреть, как все пройдет. Веди же! Когда будут голосовать? Двенадцать лордов Линкольн-Шира уже сделали свой выбор. Но голоса разделились, за каждого по четыре. Решающий выбор будешь делать ты. Я? Но чьей властью? Похоже, ты заслужила доверие трёх наших кандидатов. Даже епископу пришлось по нраву твоё мужество. Это важное решение для ваших людей. Что ты посоветуешь? Я ценю мудрых и праведных правителей, а не глупых друзей на троне. Пойдёт любой, кроме Хунвальда? Я люблю Хунвальда как сына. Но доверь ему камень, и то неясно, уцелеют ли и тот, и другой. Молюсь, чтобы сегодня тебя направлял Господь, а не дьявол. Три человека, три исхода. Кто из этих жалких кукол лучше спляшет по твоему слопу? Я должна решать не ради себя, но ради своих людей. Кто будет полезен нам в час нужды? Нельзя знать наверняка, как к тебе относятся другой. Думай лишь о себе. У всех есть достоинства и изъяны. Эльфгар несколько заносчив, но богат и умён. Элдерманом он будет хорошим, а союзником... Мой выбор — Эльфгар. Он умный и стойкий, и его деньги будут кстати. Решено. Божьей милостью, новым элдерманом стал лорд Эльфгар из Линкольна. Такова воля Божья. Её нужно исполнить. Клянусь заботиться о благе Шира, о мире в нём и процветании, и верно служить королю. Храни вас Бог. Поднимем чаши. Выпьем за нового Элдермена. Как мы все знаем, это решение пока ещё не окончательное. И теперь мы нижайше просим нашего короля утвердить этот выбор. Но беспокоиться не о чем. Хёлвульф друг и Саксом, и Даном. Он наверняка одобрит наше решение. Наш верный, добрый друг — Этельсвита. Ядовитая гниль поразила весь этот шир. Есть лишь один способ извести её. Что? Это значит... Элдермена Линкольншира, ко мне! Ради торжества древних, убейте всех! Держись, Хумбэль. Трудности начались раны, Эльфгар. Мы покараем его! Как в Линкольне могло случиться такое? Мерзавец не мог уйти далеко. Собери фирт и разбей остатки его людей. Точно! Хумбэльт, присоединишься? Да. Я буду сражаться ради Линкольншира. У меня просто нет слов. Верный служитель церкви. Я буду молиться за этих несчастных. И поставлю на ноги всех раненых. Удачи, Аха. И тебе, Эйвор. Храни тебя, бог. Или боги. Мы узнали, что Херефрид занял крепость Ванкастере к югу отсюда. Фирт ждёт, не дождётся, пока я поведу его в бой. Поедешь с нами? Давненько я не участвовала в осаде. Веди. Значит, едем в лагерь, а потом в Ванкастер. Следуй за мной. Фирды готовы к бою. Эйвор, смогут ли наши люди победить, опреки тому, что их мало? Если они бьют так же крепко, как пахнут, легко. Значит, можно не волноваться. Нужно нападать, пока епископ не собрал больше войск. Эйвор, что скажешь? Начинаем. Готовь, Фирт. Сперва мы пробьём внешнюю стену, затем перебьём тех, кто внутри. Чем... Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня ты билась будто одержимая У Херифрита могут быть союзники в Мерсии, члены его ордена Но пока опасность миновала Благодарю тебя, Эйвор Я обязан тебе счастьем и будущим достатком Ты будешь хорошим элдерменом, Эльфгар, но думай больше о Шире, чем о себе Конечно Я стал тем, кто я теперь, лишь благодаря людям Шира Жаль, что Хунвальд не смог занять место отца Но он принесет людям радость Береги его Кстати говоря Думаю, он видит свое будущее немного иначе Поговори с ним О чем До встречи, Эйвор Люди Линкольн Шира поддержат тебя в час нужды Отныне наши народы, одна семья Если честно, Даны мне ближе своего народа Я люблю Лебяжью стать И наша с тобой дружба крепче всех прочих Могу ли я попросить тебя Принять нас обоих в свой клан Меня и Лебяжью стать Она жаждет этого Как и я Конечно Мы рады тебе, Яростный Лебедь Как и твоей любимой Приходите, когда захотите Клянусь, я вас не подведу Я могу сражаться И пить буду не больше положенного Мы будем сражаться вместе, Хунвальд И пей, сколько влезет Спасибо, Эйвор Это... Я очень счастлив Линкольн Шир на нашей стороне Восхитительно И кто же наш союзник там? Элдерменом Линкольн Шира стал Эльфгар Думаю, он будет нам добрым другом Что ж Надеюсь, ему можно доверять